Всем-всем-всем! Добрый день, мои дорогие подписчики, гости моего канала! Я рада приветствовать вас на своем канале, который называется «Будни Викторовны». Но это видео было отснято для вас еще 19 апреля. Ну и очень будет обидно, столько потрачено было времени, все впустую, поэтому я все-таки решила, хоть с большим опозданием, все-таки выложить для вас это видео. Ну а с другой стороны, не пропадать же отснятому материалу. Но я, как всегда, вся в делах, вся в заботах, как я люблю сказать, работа не в тягость, работа только в радость. Конечно же, мне в радость помочь своему мужу. Саша собрался перестилать новые трапики. Доска у нас осталась с прошлого года, он отобрал более-менее, которая пойдет на трапик, но остальную доску он выкидал на задний двор и пошел пообедать. Но я, конечно же, Сашу никогда не брошу, я всегда готова прийти мужу на помощь. Вот как и сейчас, я решила потихонечку, по 2-3 досочки, буду стаскивать вот сюда в кучку. Стаскиваю ближе к тому месту, где Саша будет перестилать трапики. В прошлом году я вам показывала, Саша перестилал кое-какие трапики в огороде, которые в срочном порядке требовали уже починки. Но та доска, которая у нас осталась, мы ее не решились использовать в прошлом году, так как на нее были большие планы. Вы все видели, Саша проделал очень большой фронт работы. Он перестилал пол в ограде, но в связи с последними событиями, как вы видели, для Темушки мы делали дополнительно игровую зону, то есть мы расширяли немножечко, так скажем, этот трапик. И вот именно эта доска, которую мы не использовали в прошлом году, она нам очень-очень сгодилась. Саша расстроил трапик. Все вы видели, как я мыла, как я устанавливала горку. Ибо тут вот это именно то место, куда у нас ушла эта доска. Но то, что осталось, то осталось. Именно эти обрезки у нас, конечно же, уйдут все в дело. Ну, а Саша мне напилил немного брусочков для огорода. Такие брусочки я буду использовать для теплицы, для подвязки. Какие-то брусочки буду делить на две, на три части. Муж напилил из того, что было. У меня, конечно, есть с прошлого года кое-какие палочки, рейки, как их правильно сказать, штапики. В общем, но они, конечно же, уже приходят в негодность. Также я их использовала в огороде. При поливке все, конечно же, гниет и приходит в негодность. Но, а чтобы был какой-то запас, было чем заменить. Вот для этого Саша мне и напилил хороших брусочков. Но я потихонечку стаскала, в принципе, весь стройматериал, так назовем. Беру веник, сразу же выметаю. Конечно, камера этого уже не увидит. Муж вышел и, конечно же, обезумел. Где доска, как всегда, Юля уже прибрала ее к месту. Ну, а муж в шутку любит меня назвать энергайзер. Но с этой частью работы я подошла к завершению. Начинаем потихонечку перетаскивать наши брусочки в теплицу. Еще раз всем-всем-всем добрый день, мои дорогие девочки. Мы потихонечку подготавливаемся к строительству трапика. Посмотрите, какие хорошие брусочки. Мне напилил муж. Отличные, девочки, брусочки. Для моих помидор, баклажан. Я их все хочу стаскать сюда, в теплицу пока. Чтобы они тоже не под дождем были. Ну и прибрать просто на место. Нам нужно заменить две стороны трапика. Так, немножечко вас поверну. Немножечко поверну вас. У нас две центральные стороны. То есть, где я сейчас таскала доски, как вы видели. Вот этот трапик от дверей до конца теплицы полностью нужно заменять. И туда, на задний двор, проходим качель. И до пристроя полностью нужна замена трапика. Сегодня муж на последнем выходном. Он успевает еще какие-то дела поделать по своему теплому гаражу. Я уже рассказывала, что муж сам своими силами потихонечку строит теплый гараж. Ну и как вы все обратили внимание, работы хватает не только весной в огороде, но и у Саши тоже дел полно. Он и тут немножечко поработает, и у себя немножечко поделает, тоже разрывается. Поэтому, мои дорогие, мужу я помогаю. Потому что в основном вся тяжелая работа ложится на мужские плечи. У нас есть такой тип женщин, что лишь бы нам сделать, а мужу помогать не надо. Вот лично это мое личное мнение. Это неправильное рассуждение. Ну как так? Муж идет нам навстречу, а мы не помогаем. Нет. Я всегда, Саше, я всегда помогаю. Так, грузочки мы стаскали. Грузочки мы стаскали. Все, сейчас пойду пообедаю. Ну а там будем потихонечку выходить. Ну или сегодня, или уже завтра. Будем все-таки мы застилать, перестилать наш трапик. Ну и основная такая работа у нас закончена, окончена. Все, осталось только уже морковка, свекла. Но это, конечно, все позднее. Ну и высаживать будем потихоньку начинать огурцы, гортензии. Сразу же хочу, девочки, вам сказать огромное спасибо. О, гортензия, тот, кто мне отписался. Подписались мне некоторые девочки. Кто-то просто написал, что Юля. Когда я вам делала небольшой обзорчик по гортензиям, вот именно одна гортензия, настолько имя этой гортензии, название было для меня сложным, потому что я не скажу, что я такой прямо в пас в названиях гортензии, но тоже мне хотелось бы их иметь на своем садовом участке. И кто-то из девочек мне написал, что Юля, правильное название так-то, так-то. Конечно, сказала огромное спасибо. В ответ отписалась. А у нас есть такие умники. Вы неправильно. Правильно говорится, вот так вот. И за это тоже спасибо. Но ведь можно как-то вот, ну, по-человечески, по-доброму написать, что Юля, правильное название вот так. Нет, нам надо вставить свои пять копеек. Кто, девчонки, написал по-хорошему, ответила. Огромное вам спасибо, девчонки, что поправили. Вот буквально несколько дней назад, вчера, позавчера, видео не успеваю вам вовремя записать, записывать, записываю, но вовремя не успеваю в этот день, например, для вас опубликовать это видео. Ну и тороплюсь утром, значит, для вас его записываю и допускаю кое-какие ошибки под видео. Вот сегодня мне Юлечка из моих подписчиц написала, что Юля, у вас, извините, ну, дословно уже не помню, что у вас там есть ошибка. И действительно, вместо слова «моем» я написала «моем», то есть вместо «е» написала «е». И, по-моему, беседку пропустила букву «к». Конечно, я сказала огромное спасибо. Вот почему я говорю, что у нас есть такие умники, что «Ой, вы там пишете с ошибками, «тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр». У меня дел, девчонки, выше крыши. Огород начался. Дети надо туда, надо сюда, надо пятое-десятое. Я считаю, нужно все просто по-доброму. Ну, на сегодня я буду заканчивать свое видео. Вышел муж, зовет. Сейчас приду. Я вас всех люблю. Всем пока-пока. Продолжение следует...